Всем привет друзья, меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. Коротко о сегодняшних новостях. Первый космический автомобиль Tesla Roadster с манекеном Starman максимально сблизился с Марсом. Стартап Einride представил беспилотные грузовики без кабины, ими управляет дистанционный водитель. Hyundai всерьез планирует заняться созданием автомобилей-трансформеров. VR-дорожка OmniOne сможет заменить домашний тренажерный зал, а по всем этом сегодня в выпуске. Рекомендую вам подписаться на канал, усаживаемся поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра, давайте начинать. Автомобиль, запущенный Илоном Маском в космос, преодолел очередной рубеж. Американский эксперт по космонавтике Джонатан Макдауэлл заявил, что Roadster Tesla, запущенный Илоном Маском в космос, 7 октября добрался до Марса и пролетел в 7 миллионах километров от Красной планеты. По расчетам Макдауэлла, 7 октября в 9.25 по московскому времени, Tesla Roadster подлетел к Марсу на расстояние около 7,5 миллионов километров. Это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете. Таким образом, электрокар недавно причисленной категории космического мусора преодолел очередной рубеж. С момента запуска на ракете-носители Falcon Heavy в феврале 2018 года электрокар отдалился от Земли примерно на 89,6 миллиона километров. По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километров в секунду. В августе 2019 года Roadster завершил первый оборот вокруг Солнца. На это ушло 557 дней. На тот момент машина отдалилась от Земли на расстояние 115 миллионов километров. Ранее сообщалось, что наиболее близкий подход к Земле на расстоянии 52 миллиона километров Tesla Roadster совершит этой осенью, а именно 5 ноября. Кроме того, почти за три года автомобиль Tesla с манекеном преодолели в космосе более 2 миллиардов километров. Но это пустяк в сравнении с тем, сколько им еще придется преодолеть. По подсчетам ученых, в ближайший миллион лет эта парочка вряд ли сойдет с пути. Вы только вслушайтесь в эти цифры, друзья. Миллион лет. Ну а в конечном счете она столкнется либо с Землей, либо с Венерой. Шведский стартап Эйнрайт показал беспилотный грузовик Autonomous Electric Transport. На дорогах он может появиться в 2021 году. В грузовике нет руля, педалей, лобового стекла и кабины. За управление AET отвечает дистанционный оператор. Гендиректор Эйнрайт Роберт Фальк сказал, что такой грузовик более аэродинамичен, чем предыдущие модели грузовиков компании. Цитата. Зачем изобретать велосипед, когда придумываешь дизайн? Новые грузовики компании бывают четырех уровней. Первые два с максимальной скоростью 30 км в час, весом в 26 тонн, полезной нагрузкой 16 тонн и дальностью работы батареи от 130 до 180 км. Третий и четвертый вариант имеет тот же вес и грузоподъемность, а их максимальная скорость составляет 45 и 85 км в час соответственно. Главное различие между четырьмя вариантами заключается в условиях, при которых грузовик может двигаться автономно. Первый вариант предназначен для работы в пределах определенной геозоны. В то время как второй может перемещаться за ее границей благодаря дистанционному управлению. А вот третий вариант разработан для сельской местности. Ну и в заключение четвертый для езды по автомагистралям. Такими грузовиками управляют водители, которые находятся за сотни миль от машины с помощью технологии дистанционного управления Phantom Auto. Использование этой технологии может помочь компании преодолеть препятствия, возникающие при вождении по бездорожью. По словам стартапа, новые грузовики сократят транспортные расходы до 60% и выбросы углекислого газа на ошеломляющие аж 90%. Это смелое заявление, к сожалению, невозможно проверить, поскольку у компании нет масштабируемого бизнеса. В 2019 году компания привлекла 25 миллионов долларов и еще 10 миллионов долларов в октябре 2020. В октябре ученые также выяснили, что небольшое количество беспилотников существенно повышает безопасность и скорость на дорогах. Транспортный поток увеличивается, становится более организованным, быстрым и экологичным. Будущее наступило. Впервые компания Hyundai представила концепцию автомобиля-трансформера на выставке CES в 2019 году. На этой неделе стало известно о том, что в компании сформирована новая студия New Horizons для разработки автомобиля в соответствии с концепцией Ultimate Mobility Vehicles, что означает автомобиль максимальной мобильности. Как и предполагалось, первая часть концепции представляет интеграцию четырех колес с электрическим приводом, которые крепятся к роботизированным ногам. Электромобиль сможет передвигаться обычным способом, но с появлением крупных препятствий он трансформируется в шагающее транспортное средство. Его ноги обладают пятью степенями подвижности, включая колеса, которые могут поворачиваться на 360 градусов. В Hyundai сообщают, что Elevate способен преодолевать препятствия высотой и протяженностью до полутора метров. В будущем не исключено появление военных версий Elevate, однако в настоящее время Hyundai рассматривает возможность использования шагающего электромобиля исключительно в мирных целях. К примеру, в ЧС-ситуациях он сможет преодолевать зоны сплошного разрушения, где традиционные транспортные средства будут бессильны. В компании также рассматривают возможность использования Elevate для доставки от двери до двери больных и инвалидов в дома, где нет специальных пандусов, а также для выполнения других функций. Стартап VirtuX в настоящее время занимается разработкой домашней VR-беговой дорожки OmniOne. Она представляет собой полноценный фитнес-контролер, который дает пользователю возможность бегать, прыгать и приседать, не сходя с места. Создание устройства предполагается завершить к середине 2021 года. OmniOne отличается от обычных беговых дорожек. Она представляет собой платформу с низким коэффициентом трения. Для ее использования необходимо надеть на обувь специальные накладки, пристегнуться ремнями безопасности и подключить автономную VR-гарнитуру. По сравнению с предшественниками, OmniOne гораздо более компактна. Перед началом работы пользователь пристегивает себя с помощью ремней к вертикальной штанге, что с одной стороны гарантирует ему полную свободу действий и одновременно предохраняет от падений. Саму беговую дорожку заменяет небольшая восьмигранная платформа, которая выполнена с углублением. Игры с поддержкой этой системы до 30 названий находятся в специальном магазине. Как ожидается, среди них будут игры, подобные Fortnite и Call of Duty. VirtuX намерены выпустить OmniOne в двух версиях. Стандартный с VR-шлемом по цене 1995 долларов и в виде развлекательной игровой системы без гарнитуры, которая обойдется дешевле в 995 долларов. На этом я буду заканчивать, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я все же рекомендую вам подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики и обязательно поставить лайк этому выпуску. Также, друзья, не забываем делиться своим мнением в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на все наши полезные каналы. Все ссылки будут в описании. Ну а я буду с вами прощаться, друзья. Еще раз спасибо за просмотр. Я желаю успехов вам и вашим близким. До новых встреч!